Я некоторые вещи буду странные говорить. Смерть за мной постоянно гоняется, без шуток вообще. Так что я настолько хочу жить, что аж три штуки сделал на всякий случай. Родёж Симати? Да. Я в первый раз слышу об этом. Воровать у Егора Крида это вообще... Какой надо быть сволочью? Мы пишем, да? Всё, работаем. За Егора. Друзья, меня зовут Дима Астанин. Это шоу с забитой историей, историей творческих и не только людей с татуировками. Зачем они их делают и как меняют татуировки их жизнь? Меняют мнение окружающих к ним? Или вовсе не меняют? Сегодня мы приехали в Москву в гости к Серёже Веременко, вокалисту и гитаристу группы 4 апреля, чтобы поговорить о его жизни, о музыке и о татуировках. Серёга, привет! Мы находимся в Москве, в рюмочной или баре Пестики-Тычинки, в самом центре станции метро Китай-город. И раз мы будем говорить про татуировки и рок, вообще как будто бы надо накатить. Но я боюсь, что на этом всё и закончится. Поэтому мы вначале поговорим или накатим? Позже, может быть. Сделай презентацию. Кто такой Серёжа Веременко? Значит, я думал, ты сделаешь презентацию. Хочется тебя выслушать. Окей, хорошо. Серёжа Веременко, значит, это артист музыкального жанра, точнее рок-жанра. Значит, лидер-вокалист, создатель группы 4 апреля. Собственно, всё, наверное. Поэт, значит, композитор, сонграйтер, как сейчас модно говорить. Окей, ты в первую очередь гитарист, вокалист или автор? В первую очередь я, наверное, автор и аранжировщик. Потом уже идут стихи, потом уже гитара. Гитара вообще самая последняя, наверное. Ну и для начала, для тех, кто не в теме, группа 4 апреля. Что это такое? Вкратце, да, типа, ну, это группа родом из Магнитогорска, из 2008 года. Значит, играет в жанре альтернативный рок, наверное. Я не знаю, как точно описать, потому что жанров у нас множество. Всё зависит от конкретной песни. Ну вот, собственно, и всё, наверное. Почему 4 апреля? Почему 4 апреля? Сложный вопрос. Ну, потому что нас четверо. И вы апреля. Да. Отлично, Серёга. Ну и давай, какой трек группы 4 апреля, визитная карточка, что мы сейчас послушаем? Визитная карточка? Ну, их несколько, их три. Один трек, который мы сейчас слушаем. Окей, тогда линии. Мы разобьёмся вместе И горим ярче солнца Оставим всё в нашей вечности Серёга, давай сейчас поймём, что появилось раньше. Увлечение музыкой, увлечение татуировками Или же увлечение пирсингом? Ну, стопудово, конечно, музыкой. Сейчас, чтобы не соврать, я не знаю. Наверное, лет 14 я начал активно Вникать в музыку, которую слушаю. Прямо вникать. Пытаться понять, как это создано, Как где что сыграно. Начал слушать, разбирая сразу партии. Те, кто музыкой не занимаются, они так не слушают музыку, скажем так. Они слушают всё целиком. Я вот с малолетства начал вот эти партии разбирать, Потом начал снимать их, Что-то там себе брать и так далее, и тому подобное. Короче, лет с 14, наверное. У меня вообще знакомство с татуировками, Вообще с этим миром началось с не очень хорошей истории. То есть я хотел набить персонажей из своей песни, Из песни «Её и месть». Тёрные губы целует смерть, Посмерт только улыбнётся. Алиса ненавидит яркий свет, Алиса избегает солнца. Некая такая Алиса, сборный такой образ. И это происходило на хате. В Магнитогорске? Да, у Самоделкина татуировщика, Который сделал себе аппарат шестерёнки, Какие-то ручки, какой-то моторчик маленький. И, собственно, бил он, кажется, чернилами от ручки. Серёжа, что было первое? Пирсинг или татуировки? Татуировки, конечно. Пирсинг я вообще до сих пор, У меня почему-то какая-то с пирсингом какая-то проблема. Я люблю пирсинг, это мне нравится. У меня был он вообще дофига где. В губе был, нос пробит был, уши. На мне не держатся некоторые вещи, Которые, видимо, мне не предназначены. Ну, типа, пирсинг, Всякие какие-то кулоны, Браслеты, Оно всё как-то улетучивается. Видимо, это не моё, наверное. Единственное, что на мне осталось, Это немножко из другой темы, Это два кольца. Но, наверное, потому что в них какой-то смысл вложен. Потому что, ну, в пирсинг как-то сложно какой-то смысл вложить. Да? Это просто красиво, просто для внешнего вида. А всё остальное слетает. Типа, аура не пропускает. И не могу не посоветовать вам, наших друзей и партнёров, Самый крупный тату-магазин в России и СНГ 28op.ru Не считая того, что у них быстрая доставка И одни из самых низких цен, Тату-мастера и начинающие специалисты Найдут там огромный выбор всего тату-оборудования, Которое им необходимо. А те, кто забиваются, Огромный выбор заживляющих мазей И заживляющих плёнок. Именно в этом магазине мы в нашу тату-студию Закупаем весь расходной материал. Ну, а те, кто хочет начать делать и делать татуировки, Мы совместно с магазином 28op.ru Создали 5 тату-наборов по очень приятным ценам. В них есть всё необходимое для начала. И, естественно, дарим вам промокод ZBT, По которому вы получите бесплатную доставку Этого набора из магазина прямиком к себе домой. Все ссылки оставлю в описании. И да, те, кто ожидает поступления футболок забитые И эти наигранные улыбки и эмоции, Мы открываем предзаказ. И уже в ближайшие дни футболки будут в наличии у нас в студии. Успевайте приобрести все ссылочки в описании. Дай совет. Что делать, если твоя татуировка тебе разонравилась и стала тебя бесить? Ну, у меня такое было. Пришлось воспользоваться услугами сериала «Забитый», Чтобы перекрыть старую татуировку. Вообще, мне кажется, если светлая какая-то, Или просто контуры какие-то, лучше перекрыть. А если какая-то прям темная, То лучше, наверное, свести сначала. Есть ли трек группы «Четыре апреля», Который тебя бесит и раздражает? Да. Что за трек? «Девочки точат ножи». Почему? Ну, потому что он был создан в крайней степени юношеского максимализма, Который, типа, сейчас уже вообще у меня в голове его нет, не котируется. Ну, дурацкий просто немного. По смыслу, по аранжировке, по... Такой какой-то... Деревенский хардкор, я его называю. Когда последний раз играл этот трек на концерте? Последний раз? Вот еще в Магнитогорске. Мы его всего играли раза два, наверное, на концерте. Не больше. Но в сети трек этот есть. Да, он с первого альбома, да. Сейчас группе «Четыре апреля» исполняется 13 лет. Правильно говорю? Да. Были ли в твоей жизни моменты, Когда хотелось все бросить и заняться чем-то другим? Конечно. Примерно раза три я группу бросал. Может быть, больше. Это сложная фигня. Здесь вот очень сложная. Вопрос не в том, что хотелось чем-то другим заняться. Вопрос в том, что не хотелось больше этим заниматься. Вот так вот. Мне один мой хороший знакомый сказал, тоже музыкант, Типа, ты не понимаешь, Ты, типа, без этого уже никак не сможешь жить. Это он мне еще давно сказал, несколько лет назад. Я только сейчас до этой мысли допираю. Музыка, наркотик. Твоя музыка. Твои какие-то стихи, твое творчество. Да. Первую татуировку во сколько лет ты сделал? Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррн... Наверное, в 2000, к какому-нибудь седьмом году. Сколько тебе было лет? Хухухухухухухухух... Это было до 18 или после? Ну, примерно, вот, наверное. Как относишься к татуировкам до 18? Да нормально, в принципе. Конечно, это должно быть осознанно, чтобы потом не жалеть об этом. Я все-таки думаю, что у меня со временем такое мнение сложилось о татуировках, что я воспринимаю их как, короче, викинги воспринимали. Это что-то вроде рун. Руны такие. Если у тебя татуировка, которая имеет значение для тебя, то она тебе силы придает. Она и твоя защита, и твоя атака, все что угодно. А если какая-то чушь, которая по глупости была сделана или что-то такое, она наоборот как дырка в тебе. То есть забирает силы. Я не знаю, это как-то на ментальном уровне сложно объяснить то, что в башке происходит. Но я надеюсь, это доходчиво было. Короче, руны. И надо понимать, что ты делаешь. Тогда это будет тебе помогать по жизни. Татуировки для тебя должны быть стилем и красотой или иметь смысл для тебя? Чисто мое мнение для себя иметь смысл. Потом уже все остальное. Рокер должен быть в татуировках? Как он хочет. Я думаю, что это необязательный атрибут рок-музыканта. Может быть вообще без никто. Может быть без статуировок, может быть с татуировками. Но вообще, типа, так принято, я не знаю. Что-то в этом есть. Ну, сто процентов. Да. Давай, раз мы начали с тобой про правую руку, то давай расскажи про последовательность правого рукава. Так, окей. У меня вообще небольшое разделение. Правая рука – это в основном то, что касается меня, моей жизни. Левая рука – это географическая. Сколько по времени ушло на создание правой руки? По времени? Ну, где-то с 11-го года, наверное. Нет, даже с 12-го года по сей день. И это еще не все. 9 плюс. То есть 9 плюс и сколько будет плюс еще неизвестно. Тут все понятно, да? Это гипсончик. Гитара Гибсон. Поскольку я музыкант-гитарист. Логотип с первой группы «4 апреля» до сих пор. Это вторая татуировка вообще моя. И ты ее оставил? Чуть-чуть обрисованная, да. Я решил все-таки, да, что это мое, это надо оставить. Цветы. Тут много цветов всяких. Пионы в основном. Розочки. Цветы – это, насколько я правильно вычитал, в интернетах всяких, да, в культуре татуировок. Ну, мне вот понравилось определение, что цветы – это типа умение видеть что-то красивое в разных вещах, даже в обычных каких-то вещах. Ну, вообще в жизни в своей в целом. Я считаю, что у меня есть это умение, даже очень сильно развитое. Серега, я тебя сразу перебью, потому что я сам же обладатель также на правой руке цветов. И один раз ко мне подошли пацаны, знающие за татуировки на улице, сказали, что я как баба забил себе руку цветами. Вот, как ты относишься вообще к этому? К пацанам, к таким или к чему? Нет, ну, к такому настроению, что в России цветы на парнях выглядят как-то, сейчас это толерантно надо сказать. Готова ли Россия, Сергей, к цветам с татуировкам цветов? Ну, давно готова, потому что, типа, сейчас уже эта культура настолько развита, что, мне кажется, таких вопросов у людей на улице не возникает. Парни, которые к тебе подошли, я так понимаю, они по тюремной романтике, да, что-то такое. Ну, блин, эти парни и спрашивали моего кореша, ты что бородатый как баба? То есть, ну, я на таких вниманий не обращаю. Да таких уже и днем с огнем не сыщешь, мне кажется. Ничего такого в цветах нет, цветы, это красиво. Так, давай продолжим. Что у нас есть еще? Что у тебя есть еще на руке? Что у меня еще есть? Короче, без шуток, да, я некоторые вещи буду странные говорить, но как есть, как я у себя в голове их сложил. У меня, значит, есть черепа, аж в трех экземплярах на разных руках. Это, типа, оберег мой от смерти. Потому что смерть за мной постоянно гоняется, без шуток вообще, по пятам. Вот. Есть такое поверье, что, типа, когда смерть приходит к тебе и видит свои символы на тебе, она такая, ну, типа, уже отмечен, все, и уходит. Вот такие дела. Так что я настолько хочу жить, что аж три штуки сделал, на всякий случай. Можно еще добавить, да? Один из главных талантов в жизни – это петь. Соответственно, конденсаторный микрофончик такой сделал. Ой. Что там еще у меня есть? А, ну, ворон. Ворон – это признак интеллекта. Я все-таки считаю, что я не совсем дурак. Поэтому решил обозначить это. Вроде и по этой руке все. А, еще есть тигр. Голова тигра. Типа, кошки – это моя вообще страсть. Я наполовину кошек. Тоже у меня ни в одном экземпляре есть. Тоже в трех, кстати. Мое тотемное животное. Окей, ты сначала сделал весь рукав. И, как я понимаю, в самый последний ты забил кисть. Кисть последний, да. Но не совсем так. У меня вообще, типа, я, как сказать, сумбурная натура, очень противоречивая. Потому у меня не как у людей все было. На самом деле видно, что из частей состоит, да? Что это неоднородное все. Во-первых, это не одним татуировщиком сделано, очевидно, да? Во-вторых, это делалось на протяжении лет. С 11-го года пошло или с 12-го. Вот так и по годику что-то добавлялось потихонечку. Было так, что я приходил просто к татуировщику вообще без идеи и говорил, делаем. Потому что, ну, иногда надо, хочется. Тебе ли не знать? Ты заканчивал кистью и как будто бы ты соблюдил тату-этикет, соблюдил. Как ты относишься к тому, что нынешняя молодежь начинает делать татуировки с видимых мест? А, типа, шея? Шея, лицо, кисти и больше не делает татуировки. Ну, да это их дело. Хочет, пожалуйста. Я вообще в это не лезу. Ну, хотят для понта делать, пускай делают. Ну, так они видят себя, так нравится. Есть ли цитата из своих песен, которая для тебя является чем-то великим и грандиозным, громким, сильным? Что за трек? И нам надо бы процитировать эти слова. Безусловно, есть. Там строчками целыми. А может быть даже по полку плета. Ну, давай какой-нибудь один из примеров. Вот что первое тебе пришло в голову? Мы, как всегда, попали в плен кем-то придуманных систем. Нам нужно просто вспомнить, что за пределами этих стен есть все, чего ты так хотел. Круто. И давай сейчас, вот как пишут в интернетах, как это, Ваня, подскажи, пояснительная бригада. Я не знаю, что это. Могу, но там и так все понятно. Ну, в общем, типа, надо чуть шире, наверное, на мир смотреть, на жизнь. Он не ограничивается только учебой, работой или твоим кругом друзей каких-то. Намного все больше, шире. Надо это видеть. Если ты, ну, пусть шире смотреть, то ты, скорее всего, найдешь свой путь точнее, чем если будешь рамками какими-то ограничиваться. Очень банально. Но это рабочая схема. Окей, Серега, есть ли такая же цитата, но из которой можно сделать татуировку? Из наших песен? Да. Из твоих стихов. Можно я подсмотрю? Где-то у меня это было. Тату-подсказки, да, в телефоне? Ну, это опять, возвращаясь, да, к предыдущему вопросу, типа, оттуда же. Готов быть, запятая, до конца свободным. Осталось прикосновение, и все взорвется. Это еще, это из линий. Как должна выглядеть эта татуха? Это надпись с чем-то, или это что-то, вот, с заложенным этим смыслом? Ничего себе, ты завернул. Ну, что-то там определенно, кроме надписи, должно быть. Ну, это ж я не знаю. Я не визуал. Я это. Музыкал. Маныч, кто записывает, сводит все ваши треки. Маныч, кто ездит с вами туры и крутит звук. Давай поговорим про него. Так. Если я не ошибаюсь, Маныч сейчас работает с очень сильными, известными исполнителями, такими как Моргенштерн, Элджей, может быть, кто-то еще, но вот про что я слышал. Он им и записывает треки, и занимается сведением. Тебе не обидно, что группа 4 апреля уже 13-й год идет к чему-то, а нынешняя молодежь выстреливает за один год, не умея придумывать музыку, не умея петь? Хороший вопрос. Более того, у меня есть что сказать по нему. Тут, во-первых, дело вкуса, да? Я бы, типа, не сказал, что там Моргенштерн и Элджей это что-то такое, какое-то дерьмо, это просто другое, да? Пока существует группа 4 апреля, 13 лет, я видел Моргенштернов и Элджеев и их подобным, как они резко поднимались и резко исчезали. Очень много подобных, понимаешь? Ну, то есть, я уже дядя старый, то есть, меня это не удивляет. Меня удивляет, конечно, что можно там напердеть микрофон, да, и это станет суперхитом. Это уже вопрос к публике, скорее. Вы, типа, чего? Маныч сводил пердеж с Тимати. Пердеж с Тимати? Да. Я в первый раз слышу об этом. Там, где они в трек напердели, из этого бас сделали, Маныч сводил? Мне кажется, это какая-то... Вот мне хотелось узнать, вброс коммерческий? Мне кажется, вброс. Не, ну, в принципе, сейчас технологии позволяют напердеть, конечно, и даже какую-то ноту там сделать. Ну, типа, пердежа. Ну, вот они, типа, так сделали. Ну, наверное, я не знаю. Мне интересно, просто Маныч касался пердежа или нет? Ничего об этом не слышал. Ну, я, конечно, Моргенштерна не слушаю, и Элджея тоже не слушаю. Хотя в альбомах Элджея я участвовал как музыкант в создании. Чуть-чуть. Как гитарист. На гитаре? Да. Там, представляете, там есть гитара. Ты доволен этой гитарой, или ты записывал для Элджея, как? Нет. Попросили и записывал? Нет, я никогда ничего не записываю на отвали, типа, на пофиг. Я никогда так не делаю. Тебе это зашло, и ты получишь? Да, да, музыка, конечно. Там еще песни прикольные. Что за трек? Ой. А названия я не помню. Там их несколько, я не помню, честно. Ну ладно, ты мне пришлёшь. Ультрафиолетовая лампа? Что-то такое. Давай вместе с Пашком. А зачем хлопать? Чтобы я засинхронил. А, понял. Серёж, я пока готовился к интервьюхе, в интернете вот такое вот вычитал. Я думаю, мы просто... Пишут, что ты копируешь стилёк романтика у Егора Крида, только перекладывая на рок-музыку. Что скажешь по этому поводу? А мы пишем, да? Да, мы пишем, пишем. Пишет некая автовая. Так, ещё, ещё. Так, ладно, давай. Повтори вопрос. На просторах интернета. Я же типа офигел, да. Пишут, что ты копируешь стиль, романтичный стиль Егора Крида и перекладываешь его на рок-музыку. Ну тут вообще не по теме, наверное, вот эта предъява какая-то кривая. Потому что, ну, тупо по времени, да, появилась группа 4 апреля намного раньше. Гораздо раньше. Нет, мы про предыдущий год. А, типа последний альбом? Блин, ну я честно за творчеством Егора Крида не слежу. Возможно, возможно такое, что я откуда-то что-то беру, но... Оттуда берёт и Егор Крид? Нет, нет. И это похоже. Может быть, но я не готов утверждать, что я что-то откуда-то беру. Нет, ты где-то вдохновился и что-то чуть-чуть похоже. А Егор оттуда чуть-чуть тоже вдохновился. Я думаю, всё-таки мы типа вообще в разных совершенно мирах музыкальных находимся. То есть вряд ли он оттуда же черпает, откуда и я. Это очень вряд ли. Я думаю, что там музон чисто западная современная какая-то рэп-школа. Нет, но он выкладывает же сейчас треки под гитары. Что-то типа как Мэйдж Ген Келли тоже. У меня это тёмный лес для меня, я вообще не знаю. Ты не в теме. Ну Егор какой-то смазливый парень. Это же поп-музыка, типа, ну совсем. Там важно, как ты выглядишь больше, чем что-то исполняешь. Правильно? Воровать у Егора Крида это вообще... Это я не знаю. Я не говорю, просто... Какой надо быть сволочью. Всё, что я знаю о Егоре Криде, это то, что я смотрел в обзоре Бэт Комедиан. Вот на фильм, где он главную роль играл. Ты смотришь на него, то, что он делает, а стыдно тебе почему-то. Вот всё, что я о нём знаю. Не копируй, нет. За Егора. За Егора. За Егора. Егор, класс. Если ты смотришь, всё, что ты делаешь, класс. Серёжа, что в татуировке считаешь зашкварным? В татуировке зашкварным? Наверное, нет такого у меня. А есть что-то такое? Я не знаю. Даже представить не могу, если честно. А, есть. Когда своё лицо бьют на себе. Это как у меня на ноге. У тебя есть, да? Да. Вообще, у меня жена тоже зашкварилась в таком случае. Сейчас должен ответить первое, что придёт на ум. Есть ли такая татуировка, которую ты точно никогда бы на себе не набил? С матерными словами. На каком месте точно не сделал бы тату? Ну, не на каком. А, на каком месте? А, я понял, таблиц пошёл. На каком месте точно бы не сделал тату? Я боюсь, чтобы я не сказал, потом всё равно сделаю. Да нет такого места. Ну, а по смыслу это мат, да? Ну, да, мат бы не сделал. Я вообще категорически против. То есть я, конечно, матерюсь, как мы все материмся. Но чтобы в общественном пространстве это делать, я против. Это не очень хорошо. Идём дальше. Левая рука, которую я называю туровая. Но рука твоя, поэтому ты её должен и назвать, и рассказать про неё. Так, ну да, ну тут, как сказать, типа прям какого-то супер смысла в некоторых татуировках нет. Вот, например, медведь, да, это, короче, на Камчатке мы делали. У него даже тут вулканчик маленький в башке. Ну, то есть Камчатка, вулканы, все дела, мишки. Ну, то есть потому, что мы были на Камчатке, как-то хотелось это отметить. На Камчатке не каждый день бываешь. Это Волгоград, соответственно, родина-мать, да? Это новосибирский паук. Почему новосибирский? По нему видно, но он потому, что... Тут шерсть небольшая есть. То есть морозостойкий. А-а-а. Хороший смысл. Это Магнитогорск. Ножик. Почему? Иногда в споре я могу так человека, типа, задеть сильно, что, да, он может на меня кинуться или, там, очень сильно обидеться или что-то такое. Короче, язык у меня... За словом в карман не лезу. Вот. Это вот оно. Это Екатеринбург. Это потому, что... Это Соболь. Ну, то есть ЕКБ, соответственно. В ЕКБ очень много веселого времени было проведено, скажем так. Нельзя было не отметить. А еще Магнитогорск. Там, типа, перо. Ну, понятно, да, что? Поэзия, все дела. Это жена. Это было сделано в Запорожье. Вот эти, в целом, все это на Украине было сделано. Что Украина, типа, у меня дед с Украины, жена, получается, с Украины. Украина часть такая большая моей жизни. Я Украину очень люблю. Проезжа. Ну, ешь, это Москва. Это вот, это была первая татуировка на левой руке. А, вот еще забыл. Это мифическое животное. Это было в Иркутске сделано. Блин, я не помню, как оно называется, если честно. Это, типа, большой кот, который в зубах держит маленького зверька. Это тоже с герба Иркутска. Какое-то, блин, какое-то там название очень такое сложно запомнить. Это бабр. А? Бабр. Бабр, точно. Бабр. Это бабр. Круто. Какие планы на эту руку в дальнейшем? Ну, я вообще хотел тут кое-что переделать. Кое-что даже свести. Вот. Ну, что-то я поузнавал, как вообще, как это делается. Во-первых, что-то как-то нереально дорого это все стоит. И нереально долго. Долго? Почему-то, ну, долго, ладно, это можно потерпеть. А почему стоит дороже, чем набить что-то? Это вот большой вопрос к тем людям, которые этим занимаются. Ну, дальше будут туры, будет дальше тут что-то продолжаться, естественно. То есть, те города, которые не отмечены, надо, конечно, отмечать. У нас страна же огромная. Типа, городов очень много. Надо там еще Нижний Новгород, Казань, там, блин, Челябинск. Дофига чего нет, на самом деле. Самое видимое место Кисть. Какой это город будет? Посмотрим, я не знаю. Это же спонтанно все было. Реально спонтанно. Без всяких каких-то там планов. То есть, вот сегодня в городе мы есть, да. Сегодня играем. Нам, допустим, кто-то пишет или мы кому-то пишем из тату-салона. И перед концертом вы заезжаете. Прямо сразу туда. Забиваетесь. Колитесь. И идеете давать концерт. Да. Все перемотаны. Это было прикольно, кстати. Такие, как будто с поля боя сразу. Какой самый бунтарский поступок ты совершил, будучи подростком? Я вообще не бунтарь. То есть, ну, у меня такого не было. Я, ну, стараюсь всегда анализировать то, что я делаю. И, соответственно, поступать. То есть, чтобы там что-то такое бунтарское, я даже не могу вспомнить. Я, типа, ну, не дрался особо, ни там, с крыши не прыгал. Не знаю. И что такого. Самый бунтарский мой поступок – это посвятить свою жизнь, наверное, всю музыке. Целиком и полностью. Вот это действительно что-то стоит. Расскажи тогда нам самую, на твой взгляд, кайфовую концертную историю. Есть такая? Чуть-чуть длинная будет, но я постараюсь максимально уложить коротко. В общем, когда мы начали играть, пошла какая-то концертная деятельность. Все было по фану, естественно. Там никаких, там, ни заработков, ничего. Если куда-то ехать, это, о, класс, выездной концерт, там все такие счастливые. И мы понятия не имели, как народ вообще реагирует на нашу группу. Это было сложно. Вот в своем городе как-то еще более-менее понятно, там, то есть, круг друзей, там, да, местная публика, понятно, что ей нужно, куда она ходит, на что ходит, на что не ходит. А другие какие-то города было, это вообще загадка была. То есть, когда мы в Магнитогорске базировались, когда приезжали куда-нибудь в Екатеринбург, в Уфу или в Челябинск, которые рядом более-менее находятся, то есть, это было вообще непонятно. Вообще ничего непонятно. Рано или поздно все дороги ведут в Москву. Короче, первый раз, когда мы приехали в Москву. Какой это год был? Наверное, 2009, наверное. 2009 или 10 или 2009, что-то такое. Мы залетели на фестиваль «Реактив», был такой фестиваль. Сейчас его уже нет. Там были всякие 5DS, там, Дженейр, там, с Оригами, помню, там тоже играли. Короче, все группы того периода. И там была такая ситуация, на каких-то группах вообще народ уходил. Типа, да. На каких-то приходил, слушал нормально. И, значит, мы тут, пацаны, приехали из провинции, из очень небольшого города, там полляма населения. Значит, когда мы вышли, такое ощущение было, что собрался вообще не только весь зал, а еще кто-то с улицы потянулся, там, в соседние районы. Просто вот так все в людях. Первый концерт в Москве. У нас было полчаса, то есть там 5-6 песен. И вот эти 5-6 песен, они, вот весь зал, во-первых, там все стояли на ушах, просто... А во-вторых, они все песни спели от первого слова до последнего полностью. Сказать, что мы тогда охренели, это ничего не сказать. То есть, ну, мы выходили со сцены вот так вот, друг на друга косясь, и типа, что? Что это было? И, ну, очень долго после этого приходили в себя. Потом вот это одно из событий, которое повлияло, а потом я подумал, что, ну, надо, короче, ехать. Ехать, играть, музыкой заниматься. Вот такие вот дела. И ты переехал в Москву? Да. Через год буквально. Серега, давай поговорим про известную, наверное, так сказать, кавер-группу «Радио Тапок». Фух. Так. Вы же знакомы? Да. Вы с вокалистом начинали в группе «Попкорн»? Нет. Порассказывай. Был такой момент. В общем, у меня была группа еще одна до 4 апреля. Называлась «Попкорн». Это такой развеселый, раздолбайский поп-панк. Ну, когда мы мелкие совсем были, это было, ну, вообще очень по приколу. И более того, эта группа получила известность, о чем я узнал уже потом, когда уже ушел из нее. Ну, как ушел? Меня выгнали. Ну, я, конечно, всем говорил, что ушел. Потому что, ну, как? Так, опять же, из-за очень скверного характера. Мы записали два альбома, потом меня выгнали, потом пацаны поехали в Москву. И только в Москве вот с Тапком как-то сконнектились. Ну, типа, грубо говоря, мое место занял. То есть гитара плюс вокал. Там был я не единственным вокалистом. Там, типа, как по системе Линкен Парк было. Один, типа, читает, другой поет. Это была группа Popcorn. Попкорн, да. Когда я приехал в Москву, мы жили с Олегом какое-то время в одной квартире. Так, сейчас помарочка. Олег – это вокалист. Создатель радиотапок. Сейчас канал радиотапок и группа радиотапок. Я не знаю, что сейчас группа или YouTube-канал радиотапок. Правильно говорить? Наверное, кавер-бэнд. Хотя уже, наверное, я что-то давно не смотрел. Там уже как будто канал, да? Там уже как будто бы миллионный канал, да. Ну, класс. Не, молодец вообще. У нас, на самом деле, с Олегом достаточно сложные отношения были. Всегда. То, что он вот так вот просто, типа, поднялся, да. Я уж не знаю, какими способами и с помощью чего. Это, наверное, не сильно важно. Но он крут. То есть очень много чего-то делал. Он такой всегда движниковый был. Вот это респект. Как ты относишься к успеху радиотапка? Ну, там чужие песни человек переделывает под свои. Это воровство, я считаю. Тебя приглашали в радиотапок? Нет. Если бы тебя пригласили в радиотапок? Интересно. Пошел бы? Ну, я не знаю. Наверное, да. Хотя, не знаю. По какой причине пошел бы? Ну, бабла подзаработать. Рок-музыка умерла? Или сейчас какое-то некое затишье? Нет. Она не умерла. И вообще не затишье. Возможно, так кажется. Из-за того, что раньше была какая-то волна такая общая. Прорыв, да? А потом, типа, все, каждый сам по себе вот так расслоились и движется. Но я помню, какие концерты были там, типа, в седьмом году, да? И какие сейчас бывают стадионные концерты. На этом фоне очень странно говорить, что рок-музыка умерла. То есть я работал в концертном агентстве, типа, четыре года. И все это видел своими глазами. Мне странно, когда так люди говорят. То есть когда какая-нибудь, ну, какая-то группа Металлика, да, собирает там или System of a Down битком просто все вообще. Все места. Нет места вообще. 24 тысячи человек. Как можно говорить, что рок-музыка умерла? Камон. Не появляется ничего нового, яркого, да, в рок-музыке. Да, а только старички как бы стреляют. Ну, рок-музыка, она в целом, как бы, она же, ну, типа, сложнее. Она не для детей, короче. Это осмысленное что-то. Что-то уже такое более взрослое, с идеей какой-то там, с подачей. Ну, не бывает крутых... Хорошо, на Западе бывают мальчуковые бенды, да? Типа рок. Но это на самом деле не рок. Смысл, который в рок вкладывается, там его нет. Типа, там просто ля-ля-ля, там про любовь, что-нибудь, как у нас. Но в целом рок это серьезная музыка, типа, с серьезными мыслями, скажем так. Особенно русский рок. Вы послушайте последний альбом «Зимфиры», там. Это... Вот это... Оно. Там такие стихи, что ты... Если ты внимательно их слушаешь, после них сидишь еще полчаса и втыкаешь просто. Типа, что? Что она имела в виду? Что это было? Вот это круто. Вот это рок. Серега, как я понимаю, больше на твоем теле нет татуировок, кроме груди. Одна, да, есть еще на груди. Расскажи про нее. Там все просто, я, типа, кошки и мои животные. У меня есть кот замечательный, которому уже сейчас 8 лет исполнится. Вот, я его решил, пока он прям маленький был, очень симпатичный, запечатлеть в себя вот здесь вот. Кстати, крутой татуировщик Джангиров из Питера бил. Как-то я его там как-то выцепил. Случайно вообще у него, типа, в Москве была работа и сорвалась. То есть, клиент куда-то сорвался. И я такой, о, у меня есть идея. Кайф. У меня есть татуировка моего пса, у тебя есть татуировка твоего кота. У нашего барабанщика есть татуировка его собаки, у нашего басиста есть татуировка его собаки. Он, ааа, нет, все. Блин, это круто, круто, да? Конечно. Животных надо любить, это наши братья меньше. Это Анна, жена Сергея, и у меня есть к ней пара вопросов. Чем тебе нравится Сережа? Я знала, что будут провокационные вопросы. Он прямолинейный, он честный. Вот есть гнилые люди, от которых всегда ты можешь ожидать какой-то хрени. Сережа не из таких. Он лучше скажет честно, это может быть обидно, но, во всяком случае, 10 минут ты подумаешь, а потом согласишься с ним. Вот честность у меня важна в отношениях. Он честный человек, целиком и полностью. Иногда даже до три сучки честные аж подбешивает. Сережа счастливый человек? Он занимается любимым делом. Так что, в целом, да. Я за реализацию вообще в жизни и в моей идеологии. Если человек делает то, что он любит, то это однозначно счастливый человек. Так что, пожалуй, да. Скорее, да, чем нет. Тебе нравятся его татухи? Да. Какие нравятся? Что выделишь? Портрет Симбы. Ну, серьезно. Это самая милая татуировка на свете. Когда домашних животных набивают. Еще у нас Симба лапушка, и татуировка, кстати, очень классная получилась. И как раз место очень классное выбрали. Я, наверное, другое даже и не представляла бы. А что исправила бы на нем? Ничего. А в нем? Тоже ничего. Вот вообще ничего, абсолютно. Золотая женщина? Нет, просто мудрая. Ну, и мне придется задать этот вопрос. Правда ли, что ты была поклонницей Сережи до того, как вы начали встречаться? Да, да. Я слушала группу лет семь. Фактически с самого основания, как я о них услышала, так сразу и начала слушать. Но это не стало, наверное, первопричиной того, что я хотела отношения именно с этим человеком. То есть все считают, что я фанатка, что я фанатела, там, выискивала что-то. Нет. Мне он понравился как человек. Творчество – это творчество. Это работа. А вот я с ним начала общаться не как с музыкальной единицей, а именно как с человеком. То есть меня подкупили его человеческие качества. Не, ну поет он классно, пишет он тоже классно. То есть ничего тут не могу сказать. Но, да, почитательница скорее. Вот не фанатка, но почитательница творчества. Сейчас ты фанатеешь? Да, у меня даже мама слушает, на тренировке ходит, на беговой дорожке слушает «Апрель», и у нее песня любимая, кто-то другой. Как будто бы всем хочется посоветовать добавить сейчас в плейлист последние треки «4 апреля». Ты сделал ей предложение на своем концерте, официально, при людях, да? Почему ты это не сделал в тихой, романтичной компании, в ресторанчике? Ну я хотел ее шокировать максимально. Получилось? Получилось. Если бы она отказала? Ну, так ты же понимаешь, что я типа все так повернул, чтобы нельзя было отказать. Договаривались? Нет, она не знала. До последнего момента. То есть я только с нашим ребятам сказал, вот вы когда, ну когда будет концерт, вот в определенное время подведите ее просто к сцене, уже поближе, и все. Под какой трек это произошло? Прикол, да. Это был тур, и с нами турили ребята из Италии. Я их подговорил, чтобы они сыграли песню группы «Браво» и «Киль». Как жаль, но ты сегодня не со мной. Сегодня не со мной. Вот это. И, в общем, итальянские ребята играли русский рок-н-ролл медленный вот в этот момент. Ну, с нашими тоже совместно. Все произошло. Было прикольно, да. Серега, во сколько написал свой первый трек? Так, сейчас 21-й год, да? Где-то, наверное, в 16 лет. Помнишь, что за трек? Наверное, не в 16, наверное, в 17-18. Какой первый? Блин. Ну, давай, если первый не помнишь, один из самых первых. Это первый альбом группы «Попкорн» стопудово, который вышел в 2001 году. То есть 20 лет назад. Так, подожди. До этого ты ничего не... В 15 лет, значит. В 15 лет. Нет, своего до этого ничего не придумывал. Своего нет. Я попросил тебя взять гитару. Ты помнишь, как звучит этот трек? Нет. Можешь сыграть его? Нет. Почему? Не помню. Ну, ты же придумывал. Я даже не помню, что это за трек был. Я могу первый апрелевский, наверное, сыграть. Но тот нет. Этот альбом даже нельзя посмотреть. В сети его нету. То есть в его нет войти. На флешках нигде нет. На флешках где-то есть он. У кого-то, да? У кого-то, да. Ну, окей, давай. Самый первый трек группы «4 апреля», который ты придумал, сыграем на гитаре. Сейчас, окей. Ну, я ему дал момент все-таки подготовиться. Он залез на барную стойку. Сережа, что это за первый трек? Один из первых, типа, осознанных треков моих песен. Написанный во сколько лет? Примерно. Ну, типа, уже в 20, наверное. В 19. Уже дядька. Ну, как дядька. Такой маленький дядька. Кто в 20 дядька? Ну, маленький дядька. Маленький дядька? Как называется трек? Одни. Ой, блин. Больше не страшно называется. Подожди, ты не знаешь названия? Ну, я не все их всегда в голове держу. Но он такой, кстати, довольно-таки востребованный оказался со временем. Социальный. Социальная. Мне больше не страшно, смотри, как разрушили все, что так важно мне. Весь мир нас вчерашний лишь отпустить, но никогда им не простить. Эти серые лица все равно никогда не поймут, как мы можем мечтать. Нас оставили, и мы опять одни в этой пустоте. Одни в полной темноте. Серега, татуировки изменили твою жизнь? Да. Как? Для меня татуировки были чем-то вроде, особенно вот кисть, чем-то вроде финальной чертой, перед которой я уже в обычную жизнь не вернусь. То есть я не буду работать в офисе, я не буду какой-то там, ну, стабильной, скажем так, работой, обычной заниматься. Переход в творчество. Исключительно творчество. Это сложно, это нестабильно, это непонятно, что у тебя там с заработком постоянно, но это весело, это интересно. Музыка изменила жизнь? Да. Как? Полностью, вообще, да. Ну, я вообще электромонтер. По специальности? Да. Ну, то есть оказалось, что гитарист. Работал электромонтером? Да. Не мое вообще. Интересная работа там, прикольная, но это не мое. Музыка для меня гораздо интереснее. Что-то создавать, то, что вот в воздухе летает, хоп, цепанул, хоп, это уже песня. Вот это и очень интересно. Особенно, когда потом это миллион раз кто-то послушал, ты такой, ничего себе. Что-то я, значит, поймал то, что нужно. И последний к тебе вопрос. Мечты реальные? Если ты веришь, конечно, да. У меня, кстати, все так строится. Вот я что-то, о чем-то думаю, и если думать не переставаю, при этом прилагаю какие-то действия к этому, это рано или поздно происходит. Другой вопрос. Действительно ты этого хотел? То есть, когда ты это получаешь, ты такой, блин, и зачем мне это нужно было? Типа, вообще непонятно. Я из-за этого много чего другого, типа, не стал добиваться. Ну, вот такое. Так что надо думать, действительно ли мечта твоя, это то, что тебе нужно. Вот об этом хорошо надо подумать. А то, что это сбывается, это уже, по-моему, в современном уж мире-то все уже знают, что, типа, сначала мысль идет, потом действие, а потом это происходит по-настоящему. Кайф. Кайф. Серега, огромное спасибо тебе. Спасибо за первый выпуск «Забитых историй». И я думаю, что через выпусков 10 мы еще раз повторим встречу, потому что вопросов тебе максимально много. Окей. Мы закончили. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий.